Хорошо, предлагаю ехать дальше. Мы нагнали наш график и даже перегнали. Сейчас я приглашаю выступить следующего докладчика, Иван Климчук. Он выступит с докладом «Рецепты приготовления МОД-Х». С теплями стекла. Только F11 нажми. Вот это, да? Индекс. Нажми F11. F11? На полный экран, да. И стрелочкой. Всем привет. Меня зовут Иван Климчук. Я работаю в компании Lovato Group, руководитель серверной разработки. И также еще работаю в компании HeadHunter, там верстальщиком, но там больше XLT, Python. Наша тема это сегодня не касается. А то мне обещали немножко похлеварить. Вообще, почему выбрали МОД-Х? Я пришел в компанию год назад. Насколько мне известно, до этого использовался активно WordPress для сайтов. Но решили перейти на МОД-Х. Причин было несколько. Во-первых, это проект Open Source, который очень активно развивается. То есть, в данный момент активно ведется разработка новых версий. За год уже появилась версия 2.1. И это одна причина. Вторая причина, почему мы выбрали, потому что он отвечает основным задачам, которые у нас возникают. То есть, это не сильно сложные сайты, то есть, невысоконагруженные, где нужно там серьезные фреймворки. Это в основном сайты заказчиков, которые однотипные. То есть, ну, большинство знает, что очень много сайтов, они одинаковые. То есть, там набор страниц одинаковых, какие-то компании главные и так далее. Для этих целей нам этой системы, в принципе, хватает. Вот приблизительно, как выглядит админка системы. То есть, интерфейс, чем хорош, тем, что он и для администрирования хорош, то есть, много всего. И в то же время рядовому заказчику, который будет управлять системой, тоже, в принципе, не так сложно разобраться. Ну, сейчас, да, это революшн. То есть, много кто знает, работал с ModX? Я считаю, но я тоже. Сниппите это адрес. Ну, смотря как посмотреть. Это революшн. Интерфейс довольно дружелюбный, но здесь открыто больше элементы именно администратора. То есть, там, код, который обычно заказчик не видит. Можно дальше. Требования. То есть, опять же, требования. Это тоже была одна причина, потому что запускается на рядовом ходе. В гостинге. Что, как бы, нужно. Ну, понятие пай валится. Да, есть случаи. У нас пару сайтов не принеслись. По пайке переезда с ModX Revolution на ModX Revolution заточились печально, попрочеки. Где-то он вообще не ставится. Где-то он варится когда-то из, например, на Девио, из Аши Титраи. Да, да, да. Есть еще такая тема по поводу того, что, вы говорите, активно называется полгода ресепной таск по поводу того, что есть пластеризация баз данных. Когда айтишки идут не по порядку, 1, 2, 3, 4, 5, а идут 1, 10, 20, вот таким образом. Это минимальные требования, на которых он начинает работать. То есть... Это, нет, это вообще вторая версия, то есть начинает с 5.1 работает. Насчет Evolution, я точно не знаю, потому что с Evolution я практически не работал. То есть я начал в основном с Revolution. Да, есть проблема именно с этой версией MySQL, то есть там именно из-за проблем XPDO, которые используются в самом движке, то есть не работает. Браузеры указаны, это только для административной части, то есть сайтом это занимается отдел верстки, то есть кросс-браузерность. Здесь вот такие требования. Можно дальше. Значит, что под капотом? Как я сказал, XPDO для работы с базой данных, то есть драйвер к ПДО. Смарти используется для рисования интерфейса админки. Там же используется Extension.js, третья версия, переход на четвертую, планируется, по-моему, в версии 2.3 или в 2.4. Но разработчики там пока ничего не уверены, то есть они так написали это вот. И основные моменты, которые довольно интересные, то что есть репозиторий пакетов. Не сказать, что он напоминает там Linux, но очень удобно, что есть такой репозиторий, где можно написать свое расширение. Собственно говоря, его собрать в пакет, отправить туда, они там проверят команду безопасности. И этот пакет будет доступен всем остальным, его можно будет скачать прямо из админки. Там дальше будет видно, как это делается. И таких пакетов уже довольно много, которые облегчают жизнь. То есть там есть же GetResources, который позволяет любые последовательности документов, ресурсов выводить на страницу, там, например, список новостей. Тот же Wayfinder, он был и в старом, сейчас портирован на новую версию, которая позволяет удобное меню устроить. Есть еще права доступа. Права доступа, чем важны для нас в компании, это вот разграничивать именно доступ администратора и доступ клиента к определенным данным. То есть когда мы имеем полный доступ, а заказчик может там, он не лезет, он не видит вообще в административной части никакого кода, он видит только дерево документов, например, и может их там править, там, ну, добавлять, изменять как-то. То есть именно работать с данными сайта, не затрагивая вообще какой-то код. То есть он, ну, в этом случае он не сможет ничего поломать. Это работает на нас, потому что нам не придется потом разбираться, что он там сломал и это править. И контексты. Контексты – это особенная такая часть ModX. Удобно, когда, например, нужно на одном, скажем так, движке с общей базой сделать несколько сайтов. Они могут быть похожи, ну, это, например, удобно делать, когда разные языковые версии. То есть и сайты отличаются по версиям не только, по языкам не только там интерфейсом, а вообще и текстом. То есть у нас был случай такой опыт разработки, когда у нас сайт на одном движке работает, но как бы три разных сайта, но они реализованы с помощью контекстов. Ну, вот такие слайдики для закуски. Можно дальше. Значит, элементы. Ну, кто работал с Evolution, помнят эти разные скобочки на разных, какие там раньше были фигурные, не фигурные, квадратные. Сейчас они все одинаковые. Единственное, отличаются только, ну, вот определенными элементами. Там у Чанков знак доллара, там у Сниппетов вопросик, параметры. Основные элементы – это ресурсы и шаблоны. Почему основные? Потому что ресурс – это страница, которую создает пользователь. Она будет доступна по какому-то адресу на сайте. Шаблон – можно выбирать определенный вид этой страницы. То есть, можно делать несколько шаблонов. Я потом расскажу, какие у нас правила в этом плане. Как мы задаем шаблоны для страниц. Создаем страницы. Для страницы создаем шаблон. Уже в шаблонах идут чанки, то есть комбинации чанков, сниппетов, TV-параметров и плейсхолдеров. Они вот именно так описываются. Пример, например, шаблона. Он, конечно, упрощенный. Я чтобы поместилась. Обычно хед вынесли, статический блок в отдельный чанк. Вынесли какую-то общую часть с навигацией, например, в хедер. Контент у нас, если есть, вставляется на главной странице, как он есть. И, например, вынесли тоже статический блок футер. Внутри них еще могут быть свои чанки, которые там тоже неизменные или там чуть-чуть меняются, там незначительно на других страницах. Можно дальше. Так, вот, например, пример чанка. В чанке у нас используется вызов сниппета. То есть у нас там есть какой-то буклет на сайте, где мы вызываем get resources, то есть получить сколько документов. Там буклетик, у нас есть отдельный ресурс, где эти документы хранятся. И мы get resources берем вот эти вот там штук 5, например, и вводим их вот в этот буклет, который там уже на JavaScript листается. Но мы его вводим и в TPL указываем, какой у нас будет, в TPL указывается имя чанка. В этом чанке записан шаблон отдельного элементика. А div class это уже обертка над всем этим. Ну и параметры, там они постоянно развиваются, то есть депс, лимит, их там много, в документации они в принципе все описаны. Можно дальше. Ну, обычный пример сниппета, обычный PHP код. Ничего лишнего. То есть сниппеты это такие маленькие кусочки кода, где мы что-то написали там на PHP, какую-то функцию или что-то нам нужно сделать. Вот. И он нам там что-то возвращает, например, какой-то там или контент, или ID, то, что нам нужно. Вот. Они могут быть большие. Тот же get resources, он реализован в виде сниппета. То есть мы его вызываем, но он как сниппет на самом деле. Можно дальше. И TV параметры. Ну, тут вы их показать в коде особо не покажешь. Это в принципе обычные какие-то поля дополнительные к странице. То есть у страницы есть свой набор полей, там заголовок, ссылка, там содержимое ее. Но мы можем для, например, каталога, для каждому элементу добавлять там еще цену или картинку какую-то. И с помощью вот дополнительных полей. Тут есть возможность выбирать типы, то есть и ввода, и вывода. Потому что, например, если мы там поставим галерею, там мы можем выбрать, что это будет галерея. И при заполнении этого поля у нас будет там выбор картинки, всякие ресайзы. Куча всего. Можно дальше. Ну, немножко сейчас расскажу о том, вообще, как мы пришли. То есть, ну, я пришел в компании, не знал, как модыкс, да, ну, а как с ним работать. Вот. И начали немножко правила со временем вырисовываться. Потому что пришлось взаимодействовать с верстальщиками. Вот. И на основе этого получили, как бы, несколько таких простых правил. Ну, обычно шаблонов сколько нужно? Ну, два. Главное, внутреннее. Для самого простого сайта. Бывает, конечно, что нужно шаблонов чуть-чуть больше. Потому что внутренние страницы тоже могут разные отличаться. Или, например, может вообще различаться. То есть, каталог это совсем другая страница. Для нее нужен свой шаблон. Логично. Поэтому правило такое, что если есть блок внутренних страниц, то для них один шаблон. Но по-хорошему для каждой страницы лучше свой шаблон. Потому что там и стили верстальщики пишут, для каждой страницы свои там эти задают модификаторы и так далее. Блоки. Используются в верстке у нас BEM. Если кто слышал, знает подход такой. То есть, верстка блочная. Поэтому страницу тоже логично разбивать на отдельные блоки. Не столько касательно BEM, сколько вообще логично, что тот же header вынести, footer вынести, какие-то другие элементы выносить в блоки. И чем это удобно? Потому что, например, если несколько шаблонов, а мы не вынесли, например, тот же header в chunk, захотели поменять title, мы лезем в каждый шаблон. Вынесли в отдельный блок, поменяли в одном месте. Или в хедере скрипт какой-то подключили. Это упрощает работу. То есть, статиково-длинных чангах, это, в принципе, те же блоки, только именно вот эти вот footer и хедеры, которые как бы мало меняются, но они общие для всех страниц. То есть, такие статичные блоки, хедеры, ну, скрипты подключили, и все, оно не меняется. Footer так вообще не меняется. Все время есть и есть. Сниппеты. Сниппет на задачу – это, ну, пользуемся встроенными, готовыми плагинами, там, get resources. Он умеет кучу всего. Но он решает задачу – выводить, работать с документами, то есть с ресурсами. Когда мы пишем маленькие свои сниппеты, мы не пишем их там супер-пупер универсальными. Нам хватает маленького кусочка кода, который делает нашу задачу. Ну, и если он вырастает уже в какой-то универсальный, мы уже делаем отдельный пакет, и где-то его храним, он там на других сайтах используется. Для текущих это вот одна задача – один сниппет. И TV разбиваем по категориям. Ну, тут не обязательно, это просто удобнее, потому что если TV положить в категорию, то когда мы будем в админке редактировать дополнительные поля, все TV, которые привязаны к этому документу, они выводятся, ну, вот, друг по другу, то есть как есть. Если мы кладем в категорию, то создается дополнительный этап с категорией. Но для, там, buy на русском языке – это был Russian контекст, и для английского – это был English. Я тут укоротил, там у нас еще был немецкий, и еще домен в зоне ru был, то есть там больше на самом деле, и по умолчанию веб. Ну, веб у нас пустой. Там обычная заглушка, страница. Это если случайно что-то произошло, и ни один не сработал. Вот. А так, если у нас кто-то приходит на goodby, ему загружается сайт в контексте Russian, и все, соответственно, документы, которые к нему привязаны, если у нас это good.com, то у нас тогда английская версия загружается. Вот. Ну, для этого у нас он пригодился. Других пока задач серьезных, так чтобы с контекстными пока как-то не было. Права доступа. Права доступа. Раньше они были немножко проще. По-моему, в версии 2.04 или даже чуть позже они начали очень дорабатывать их в том плане, что сейчас как бы эта система довольно сложная. Если честно, до конца в ней еще не разобрался. Потому что там несколько уровней. То есть основные – это есть пользователь, который относится к определенной группе. То есть юзер-групп. Юзер-групп – это уже объект, который обладает каким-то доступом куда-то. Для того, чтобы получить куда-то доступ, нужно указать куда. Это контекст или группа ресурсов. То есть можно по контекстам разделять права. То есть один пользователь будет иметь доступ, например, только к английской версии сайта, другой только к русской. Можно по группам ресурсов. Мы пока не использовали, но тоже удобно, когда какие-то страницы можно закрыть для редактора, чтобы он их не трогал, а по группам. Список разрешений. Для этой группы и с доступом к таким-то контекстам создается список разрешений, где отмечается, что он может делать. То есть он может создать документ или не может. Там длинный список этих возможностей. И минимальный уровень доступа. Это как бы роль. То есть есть там, например, пользователь, ну там редактор, есть администратор. У администратора роль выше, чем у редактора. И он обладает большим весом. То есть если что-то редакторное взял, администратор может это изменить. То есть роли тоже можно указывать. Свобода дает полную гибкость, но, конечно, усложняет. Теперь это было так, кратко. Теперь расскажу немного о разработке. Мы все-таки разработчики больше. То есть что в ModX используется? MVC. Ну, понятно, потому что как бы все называют этот CMS ModX. На самом деле это CMS slash CMF. То есть это в основе лежит фреймворк. А вот это вот CMS это по сути и так сверху написали, чтобы было удобно пользоваться. Можно ее выкинуть свою и написать. Никто не мешает. PDO с драйверами XPDO. И есть еще такая мелочь, как коннекторы. Коннекторы это такая штука, когда для того, чтобы выполнить вот на сайте обычный Ajax, ну, мы там пишем на JavaScript, пишем какой-то PHP-файлики, там говорим. Ну, сделать там то-то. В ModX коннекторы как раз сделаны для того, чтобы выступать в качестве вот этих вот приемников Ajax-запросов. Они написаны так, что когда мы в них там пишем какую-то прием данных, в них автоматом проверяется еще уровень доступа. Вот те же доступ прав. То есть, если мы запретили что-то делать, то Ajax нам ничего не вернет. Вот. То есть, свойства ставим и можем запрещать именно выполнять что-то. И вот эти коннекторы, они как раз эти все доступы проверяют. Вот. То есть, не то, что мы сами там по файлу написали и ничего не проверили. Вот. Значит, по разработке. Сами разработчики ModX дают возможность несколькими путями улучшать, там, разрабатывать свой сайт на их системе. Это, значит, самый первый уровень, легкий, это сниппеты и плагины писать. Ну, это как обычно, на сайте что-то пишем. Можно создавать Custom Manager Page. это расширять возможности админки. То есть, писать свои страницы, свои действия, добавлять их в меню и каким-то образом там, вешать на них там, выполнение. Там, надо какой-то скрипт запустить, мы можем сделать эту страницу, там, добавить элемент меню или там несколько экшенов и их выполнить. Сторонние компоненты, вот в ModX первом была такая штука, как модули. Вот сейчас их нету, сейчас есть компоненты. Компоненты, это не обязательно какой-то вот, как раньше там модуль был и так далее. Компонент это набор каких-то пакетов со своей менеджер пейдж, с набором своих сниппетов, может быть, чанков, плагинов и всего остального. То есть, то, что мы поставили, написали, он у нас ставится и работает. Ну, и ядро. Ну, ядро это, если кто желает присоединиться там к open source, может писать там, стать контрибьютором и писать, соответственно, какие-то там ведро, что-то дописывать. Пример, как можно использовать ModX как фреймворк. То есть, можно не загружать всю админку, взять, подключить нужные классы, использовать вот ModX как фреймворк и писать дальше уже все, что угодно. Сработать с базой, с элементами, со всем остальным. Можно дальше. Значит, сниппеты и плагины. В сниппетах это, по сути, ну, PHP это обычный, почти как обычный include. Единственное, что данные хранятся не на файле, не в файле, а в базе данных. Ну и со сниппетов можно достучаться до любого метода API ModX. У плагинов немножко другая идея. Они реагируют на события. То есть, есть список событий в ModX. И когда мы пишем плагин, мы можем этот плагин привязать к какому-то событию. И когда у нас произойдет это событие в системе, например, мы нажали кнопку сохранить документ, у нас происходит событие. Он dogformsave. У нас сохраняется документ, и мы можем этот момент перехватить и что-то например туда дописать или там влог какой-то сделать. Любую вещь. Это по сути что-то вроде как хуков. То есть, мы можем какому-то событию дописать дополнительный обработчик. и это широко используется в модиксе, когда разные плагины срабатывают на разные значения. Тот же например подсветка кода он срабатывает перед тем как отрендериться вот эта формочка и сканет весь код и подсвечивает в полях ввода. Особенно сниппеты через базу например редактируются. Ну вот пример событий. То есть как можно еще обрабатывать события. То есть мы можем писать плагин который будет срабатывать на несколько событий но мы должны эти события вручную уже сами обрабатывать. То есть мы повесили например на onwebpage.init и там пререндер событий плагин. Но мы должны уже вручную посмотреть что оно за событие какое произошло и уже вручную проверять то есть у нас такое событие мы делаем то-то такое мы делаем то-то иначе он как бы все там будет делать дальше разработка компонентов то есть пакет как говорил это может включать в себя все вместе то есть и сниппеты и чанки и цмп и все что угодно для облегчения этой задачи написан я вот не помню точно автора зовут пакмэн компонент который ставится в систему тоже как компонент мы создаем там уже как работаем создали там один чанк один сниппет плагинов парочку и так далее и мы в этом компоненте выбираем вот нам пожалуйста вот это вот это вот это вот это вот это соберите пожалуйста в пакет мы дописываем именно название пакета там версию релиз вот и он нам выдает уже готовый собранный пакет который мы можем загрузить на тот же модекс экстрас или там дать кому-то тот тот получит и установит у себя на системе этот пакет и оно все заработает провайдеры с провайдерами тема пока не ясная потому что документации как сделать свой провайдер я пока нигде не нашел у них есть свой официальный свой репозиторий то есть это они через провайдеры вызываются можно указывать любой репозиторий откуда получать пакеты вот пока один у них официальный их понять можно потому что они-то у себя за безопасностью следят а вот если кто-то с другого в свою репозиторию поставит пакет и он что-то поломает или там будет уязвимость это уже будет не очень хорошо но мы сейчас в компании занимаемся исследованием чтобы научиться делать вот эти вот свои репозитории и сделать именно свой репозиторий для своих компонентов именно внутри внутри фирмы тут в самой презентации есть ссылка то есть где есть репозиторий этих пакетов это если что потом посмотрите когда скачаете презентацию на сайте будет дальше вот 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 как выглядит пакетов то есть выбираем имя пакета файлы редми лицензии версию релиз и дальше вот элементы выбираем и говорим что экспортируйте нам пожалуйста вот так выглядит именно страница когда мы ищем в админке нужные нам пакеты то есть мы что-то ввели нам показывает список того что он нашел мы можем загрузить пакет он автоматом не ставится он загружается и потом мы можем отдельно его установить так дальше значит да вот тут как бы есть определенные моменты то есть разработка это понятно но мы когда разрабатывали у нас столкнулись с некоторыми проблемами которые тоже хотелось бы осветить можно дальше значит производительность на это грешат все особенно во втором мудыксе грешат в принципе за дело потому что ну работает он медленнее чем эволюшн но тут есть некоторые моменты когда люди программисты не совсем правильно подходят к разработке то есть когда мы делали каталог и мы сделали каталог был не такой что мы сами добавляли элементы у нас он там из xml весь парсился и заносился в базу но мы заносили это как у нас был элемент каталог и мы заносили это вот в дерево но я не знаю еще такого джавоскрипта который бы отрисовал более тысячи элементов за приемлемое время вот на extension js в дереве то есть на самом деле разработчики говорят что так делать плохо и они правы то есть нам не нужно весь каталог грузить в дерево нам во первых потом тяжело будет его править когда мы пишем какой-то каталог грамотнее делать свой компонент то есть через кастом менеджер добавлять свою таблицу и писать свою логику это это тяжелее немножко но на самом деле решает все проблемы с производительностью нас мы когда написали переписали вот этот свой каталог на такой манер у нас все проблемы снялись у нас сайт просто взлетел причем на момент написания был включен кэш он без кэша нормально работал значит есть ну вот свои решения мы писали свой каталог но для магазинов сейчас развивается vision card он есть доступен в репозитории он поддерживается официальной командой модыкса то есть они помогают разработчикам поэтому его в принципе можно использовать всякие тоже сообщения то есть там где большие очереди которые дерево не нужно писать их тоже лучше писать по-своему то есть свою реализацию это не так тяжело на самом деле ну и какие-то нестандартные задачи тоже понятно что мод.x он не не такой что он может все он может все для типичных сайтов что-то необычное в любом случае нужно дописывать у нас еще были такие проблемы когда мы разрабатывали взаимодействия верстальщиков и программистов так верстальщиков у нас несколько но сайтом каким-то одним обычно занимался один верстальщик и программист поэтому не было такого поэтому у нас была проблема верстка код код верстка когда пришла верстка мы ее переписали в код но у нас что-то не работает нужно поправить верстку мы говорим верстачку вот нам нужно вот это поправить но вот таким образом там особенно это были видны проблемы когда мы работали с аджаксом то есть верстачек написал так джаваскрипта у меня там надо по-другому данные передавать я говорю что вот нужно так переписать мы совместно переписываем проблема была в чем то есть мне приходит код я каждый раз но новый код приходит верстка на пример я каждый раз вбиваю его все чанки это очень неудобно в том плане что ну я трачу на это время по сути впустую для стачка тоже особо не пустишь потому что мы с мод иксом можно научить но но зачем поэтому эта проблема пока есть если на момент потому что все данные хранятся в базе и некуда их выгрузить и в любом случае нужно есть в админку и на живом сайте это смотреть уже дальше насчет десерта десерта придется немножко подождать десертом является версия 22 это относится как раз таки к той проблеме верстальщика и программиста потому что версии 22 заявлено можно следующий слайд вот такие вещи сжатие cssg на лету но это такие не скажешь чтобы серьезно мелочи полное покрытие не тестами она практически уже есть я слежу просто за комитами на гитхабе вот вот неделя вся шла не только юнит стать писали больше методов папе и статические элементы собирать принести все элементы файлы что это дает это дает возможность эти элементы так как они лежат на файле ну отправлять их куда-то там на гид то есть история история контроля версий свн куда угодно когда вся вот это вот например верстка та же то есть ну персачек не лезет например в снипе там значит там php но может лезть в html вот и это идет через гид в том плане что если он что-то на протачил мы ну комит назад откатили это очень легко и не нужно вот этих вот взаимодействий постоянных то есть версальщик сам поработал я сам поработал и у нас ну все хорошо вот то есть именно на гитхаб ну гитхаб это потому что работают с ними больше всего можно там на ту же mercurial сделают будет всем хорошо значит по модыксу есть официальный сайт то есть ссылки все представлены есть баг трекер бакс модыкском документации rtfm модыкском кто желает там покопаться в репозитории есть на гитхабе вот и есть еще проект модыкс по-русски его делаю я пока он в таком зачаточном состоянии именно ну то есть документа проблема модыкса том что разработчиками так много документации на русском тоже немного и это еще отталкивает начинающих вот поэтому собирая потихоньку материалы именно для перевода на русский язык вопросы я как-то копался в исходниках модыкса и я там не нашел того мвс про который вы рассказывали там максимум идет разделение шаблонов и логики но модели там как бы нету но но это не можете ладно можете прокомментировать но вопрос другом как вы относитесь к тому что такой уникальный принцип работы просто когда из базы выбираются куски пищи кода и делается ему взять без проверки просто или выполнение mysql и который выбирается из базы тоже просто вот давайте выполним что то есть получается ну вот нормально говорят можете вы прокомментировать как вообще ну опять же то есть в админку вы всех пускаете то есть в админке пишите вы код то есть если вы пускаете туда редакторов используйте права доступа закрывайте им доступ к чанкам они смогут ничего и поменять то есть а ну если вы напишите там плохой код ну так то есть получается что доступ базе дает уже автоматически полную доступ к всему там выполнении Так что у нас вообще проблема? В безопасности нет. В безопасности нет. Если бы этот код хранился в базе, то он не будет. Нет, просто тогда такой вопрос. Если бы любая SQL-инъекция, где-то бак какой-то нашелся, то есть SQL-инъекция, и получаешь уже доступ к серверной части, а не только в базе, это уже плохо. Это Манетон, считается, МГБХП хранить в базе. Да нет, нормально. Единственная проблема с производительностью, то, что каждый раз собирается в базе, ебанится, а не лежит в ОПТ, все кэшировано и разобрано на обзор. Ну, вообще-то, ну, кэширов... Они сейчас переписали полностью плагин кэширования и, ну, если честно, кэширование очень хорошо справляется с вот этой производительностью, в том плане, что код... Ну, он не обрабатывается каждый раз, там очень тонкая настройка кэширования, поэтому оно быстро работает. Я согласен. Я уже могу сказать 2.2 версию. О, окей. Подождем все версию 2.2. ... 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 Поэтому, поэтому, если будет всем хорошо, то есть, когда моменты будут, то есть, что это нормально. Можно уже вопрос задать по поводу, как вы делали переключение? Давайте вопрос. Мультиязычный сайт вы делали на контекстах, да? Каким образом переключение между языками происходило? Там ведь вы, я так понимаю, вначале делали одну версию, потом нажимали кнопку дублировать контекст, появляло второе дерево. И как, айдишки разные, как вы выбирали, например, текущий, например, о сайте и на русском, я переключаюсь на английский, опять попасть на страницу о сайте. Это я писал, по-моему, отдельный сниппет, который занимался именно обучением. Обработка этой ссылки, то есть, этих ссылок, это было уже вручную мной написано. Что касательно каких-то моментов, то есть, как определить главную страницу текущего контекста, то в этом есть для каждого контекста набор своих настроек. То есть, вот какие есть системные настройки для всего сайта, для каждого контекста можно добавлять свое свойство и там указывать 404, главную, и там параметры, какие шаблоны использовать. Там много всего есть. Вот, там есть инструкция, то есть, там порядка, по-моему, 5 параметров нужно обязательно вбить, чтобы он нормально работал. А вот эту ссылку, которая там шла n.ru, ну, вернее, там по домину, вот, я уже написал свой сниппет, который определял, какой контекст включен, и вставлял содержимое этого контекста, то есть, брал из свойств этого контекста нужную ссылку, которая была вбита заранее. Ее просто подставлял. Когда генерировал остальные ссылки на, там, например, английскую или русскую версию. То есть, может быть, но... Нет, да, есть, я знаю, но я не помню. Зачем писали свой? Не было тогда. Я вот не помню, то ли не было, то ли я не нашел, но с сайта я писал, может, полгода назад где-то. По поводу более таких нагруженных сайтов, да, когда приходится писать все-таки собственные сниппеты, именно подход, что отдельная страница, да, которая не информационная, просто где текст, а где что-то должно отрабатываться, к примеру, новости, нужно делать отдельным, например, сниппетом. То есть, здесь, по-хорошему, каждая страница является контроллером. Но, что неудобно в Мадыксе, то, что нельзя, к примеру, создать страницу News, ну, с ключом News, и чтобы она принимала на себя все запросы, которые будут, например, NewsPolitics, NewsPolitics1.html. То есть, это делается обычно, создается плагин на NotFound, и в NotFound разбирается вот этот кусок, который пришел, например, к NewsPolitics1, и передается на контроллер News, где уже более гибко. То есть, приходилось ли вам писать, или, может, уже появились какие-то новые, готовые, скажем, вот эти вот компоненты, сниппеты, которые именно роутинг, роутинг для Мадыкса, для написания более нормальных. То есть, это все-таки фреймворк, это должно быть там. Насчет роутинга не уверен, знаю, что есть что-то похожее на редирект. Ну, вот, ну, мне не приходилось такого писать, чтобы вот, не могу вспомнить. Ну, да, я реализовал сам, я когда писал каталог, то есть, у меня все ссылки в каталоге, я их сам разбирал. Единственное, что сейчас я видел, что в Твиттере один из разработчиков пишет какой-то плагин, он так, спойлер такой сделал, мол, я работаю, картинку показал, управление статьями. Возможно, он там что-то придумает и, ну, покажет, как он там это реализовал. Но пока его нету, то есть, пока он еще в разработке. Угод в процессе только вещах. А вот вы рассказывали, когда про параметры ТВ, вот, и там можно вроде бы сейчас уже выбирать категорию этого параметра, то есть, там фотогалерея будет, а можно свой хелпер какой-то писать, потому что раньше вот с этим проблемой было. Да, сейчас, вот, я как-то плохо следил за этим. Плохо следил за этим, там написали очень много причем кода для работы именно с вот этими плагинами. То есть, там есть автоматический поиск при вводе, знаю, что есть фильтры, есть инпуты, то есть, свои можно задавать, то есть, как вводится. Есть свои аутпуты, то есть, если это галерея, он там сразу генерирует готовый код для показа, там, фотографии, там, с кнопочками и так далее. Поэтому, ну, там, в принципе, много всего есть. У нас есть один вопрос из Твиттера, я его зачитаю. Иван, а как вы решаете проблему версионности кода, который хранится в базе данных? Вот с этим проблема, то есть, никак. То есть, на самом деле, есть средства для инклюда, то есть, есть написан сниппет, который делает инклюда определенных там, по-моему, темплейтов и сниппетов, не помню насчет чанков. Когда можно выносить, ну, элементы на диск, на самом деле, когда этот инклюд работает, не все возможности срабатывают. То есть, там, по-моему, не все плейсхолдеры срабатывают, когда выносить их на диск, то есть, потому что они не обрабатываются. И, ну, пока никак. В версии 2.3, по-моему, собираются сделать нативную поддержку версионинга кода в элементах. То есть, ну, это будет уже поддержка именно в самом модексе. Но это только в версии 2.3 или, по-моему, 2.4, я точно не помню. На этом, наверное, мы закончим. Если там какие-то вопросы, если что, мы реконтактим, то есть, в Твиттере вопросы задавайте или на сайте. И свою презентацию я выложу на сайте, чуть позже в Твиттере ссылку дам, если что, там, по ссылкам посмотрите. Все, спасибо. Все презентации в будущем можно будет скачать. Я сброшу ссылку в Твиттере.